приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам на 20 января поговорим о празднике который мы с вами сегодня будем отмечать также поговорим о народных приметах на этот день а также что запрещено делать в этот день 20 января друзья далее все более подробно поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца 20 января на 20 января друзья приходится сразу несколько праздников по народному календарю вспоминают о деяниях иоанна крестителя ивана бражника либо ивана бражного а также перезимье или еще называют этот день как профессиональный день бражника традиционно в этот день устраивались молодежные посиделки но в данном случае речь идет не о гуляниях молодежь на подобных встречах занималась работой будь то вязанием кто-то шитьем починкой вещей а кто-то при алла и прочие виды труда период веселья длился в течение святок когда не принято было заниматься трудом и работой 20 января а этот день называли день иоанна крестителя и также в эту дату в церквях отмечают день иоанна крестителя или уанна предтечи поскольку на следующий день после большого церковного праздника по традиции вспоминаются святые которые были причастны к этому событию именно поэтому после праздника 19 января крещение чтят память иоанна предтечи который крестил спасителям иоанн предтечи одна из самых значимых фигур в православии это великий пророк который предсказал пришествие мессии именно он крестил иисуса христа в реке иордан от чего и прозвали его иоанном крестителем родился иоанн в семье священника захарии и праведной елисаветы которые жили на юге юрусалима супруги до самой преклонной старости были бездетны далее по легенде описанной в евангелии от луки к священнику в храме явился архангел гивары гавриил и сообщил что у его ж жены будет сын многие о рождении его возрадуются ибо он будет велик пред господом не будет пить вина и секера и духа святого исполнится еще от шрева матери твоей по материнской линии он креститель приходился кресту родственникам евангелист лука повествует что еще будущее в утробе матери он предсказал появление мессии а когда дева мария узнала что елисавета беременна то пришла к ней в гости когда елизавета услышала приветствие мария взыграл младенец в очреве ее и елизавета исполнилось святого духа иоанн с юных лет посвятил себя служению богу до 30 лет он провел в пустыне вдали от людей где вел аскетичный образ жизни однажды пророк пришел на береге ордана чтобы приготовить народ к принятию миссии здесь же он и крестил иисуса христа крещением спасителя пророки он завершил свое пророческое служение по народному календарю сегодня празднуют ивана бражника перезимье или по-другому называют день бражника день 20 января нарекли бражникам неспроста сегодня крестьяне перед тем как сесть за стол пьют крещенскую воду чтобы быть здоровыми а после запивают свои беды брашкой во время святок люди ходили друг другу в гости корчему уже посещать было нельзя и только сегодня этот запрет снимался но при условии что в шинок пойдет вся семья период с рождества и до масленицы считался свадебным поэтому часто в эти дни проводились и брагов бракосочетания и сватания так вот сегодня запивали не только горести но и девическое счастье когда девушку отдавали замуж без ее согласия это когда сваты договаривались только с ее родителями народе было поверье что если 20 января в день ивана бражника обмыть скорби новоиспеченной невесты то наш очень скоро привыкнет к своему супругу а возможно даже и полюбит так как впереди ожидался свадебный период мужики занимались приготовлением пива у каждого был свой рецепт который передавался только в семье из поколения в поколение и часто даже зятьям не доверяли эту тайну с 20 января заканчивалась святочное веселье поэтому крестьяне возвращались к обыденной жизни на посиделках женщины снова шили пряли вышивали а также вязали только молодежь еще могла себе позволить повеселиться пели песни рассказывали байки проводили гадания играли в игры и танцевали это был последний день их пизделья домашний скот набражника подчевали специальными блинчиками и хлебом посыпанным солью сохраненными еще с рождества считалось что до животные будут лучше плодиться и не станут болеть конечно же наши предки наблюдали сегодня за погодой ведь не зря в этот день еще называют как перезимник уже очень часто он напоминает весеннюю переменчивость поутру стоят туманы в обед ясно к вечеру могут и осадки показаться 20 января с утра прежде чем сесть за стол пили крещенскую воду с проруби в некоторых местах этот день считали праздничным потому что никакой работы не выполняли в других селениях после обеда женщины начинали посиделки с работой домашнему скоту и лошадям давали кусочки хлеба и соль которые остались от рождественской кути на руси ивана крестители называли иваном бражником название произошло потому что в этот день крестьяне запивали зло происходившее в их жизни в том числе и бражкой к этому правил особенно часто прибегали девицы которых выдавали замуж против воли потому что в период с рождества до мастерницы полагалось засылать сватов считалось если запить горе немилого супружества слез меньше будет ходила и поверья что в эти праздники может явиться нечистая сила и разрушить счастье молодоженов знающего человека включали в число сватов засылаем их к невесте приглашали на свадьбу сажали на самое почетное место его просили отвезти порчат молодоженов чтобы семейная жизнь была счастливой также к обрядам прибегали самые молодые люди в момент сватовства если не надеялись получить руку возлюбленной у ее родителей сегодня также 20 января хороший день чтобы крестить младенца ведь крестных у них будет счет и считалось сам иоанн креститель также обращаем ваше внимание что очень важный начинался период сейчас в годовом цикле это зимний свадебник от 20 января и до масленицы засыпаю засылали сватов до играли сватов поскольку иван предтеча считался еще и покровителем супружеской жизни крестьяне верили что сыграть свадьбу на ивана бражника к счастливому браку вместе с тем опасались что на торжество заявится нечисть и испортит взаимоотношения молодоженов поэтому на праздник приглашали обязательно знахаря для тех кто еще не поженился есть хорошая новость если сегодня на вас напал аппетиту это означает что ваша половинка жаждет с вами увидится также друзья в этот день наши предки знали что категорически нельзя делать и главная примета которая напоминает нам что нельзя делать 20 января в день иоанна крестителя связан с употреблением алкоголя по народным поверьям в этот день запрещено не выпить хотя бы одну каплю алкогольного напитка иначе весь год пройдет в печалях и слезах дело в том что по народным традициям 20 января принято было варить пиво которое должен попробовать каждый взрослый однако при этом очень важно соблюсти меру кто же ее превысит тот свой дом приведет несчастье и горести нельзя 20 января начинает застолье с первых блюд по народной примете тогда ни одной цели не добьешься не добьешься в течение года также в день иоанна крестителя перед завтраком нельзя было ни с кем разговаривать пока не выпьешь немного освещенной на крещение воды иначе можно заболеть тот же кто начнет утренний прием пищи со святой воды тот весь год проведет в добром здравии не рекомендуется в эту дату бездельничать противном случае весь год пройдет в нищете и голоде 20 января категорически запрещалось умываться наши предки верили что таким образом человек смывает себя защиту от проделок обманщиков соответственно он становится легковерным чем могут воспользоваться лгуны воры и манипуляторы обычаями наших предков не разрешалось день иоанна крестителя на посиделках лентяйничать по народной примете кто ослушается этого запрета тот весь год проживет в долгах чтобы этого не произошло девушки и парни приходили на посиделки кто с чем кто с шитьем кто связанием а также с инвентарем который нуждается в починке также 20 января запрещено было убивать мышей они в этот день предсказывают скоро прибавление в семействе убитое животное ассоциировалась у наших предков с нерожденным ребенком что особенно страшила беременных женщин существует запрет 20 января гнать с реки и диких уток иначе заветное желание не исполнится также друзья обращаем ваше внимание что в этот день перед завтраком нельзя ни с кем говорить пока не выпейте освященной крещенской воды также постарайтесь воздержаться сегодня от выяснения отношений конфликтов споров и ссор на праздник нельзя было унывать и думать о плохом иначе весь год проплачете конечно же на имана предтечу 20 января по традиции проводили ритуалы и обряды которые были связаны именно с чтением определенных слова от порчи и болезни мы сами проведем ритуал от лихорадки 20 января вам нужно взять кусок холщовой ткани и обтереть больного затем зажженная церковная свечой перекрестить ее и сказать такие слова огнем лихорадку выжигаю от недуга свое тело спасаю и он предтечи помоги от меня и и изгони после снова тканью вытирает человека затем холст нужно сжечь на заднем дворе или подальше от своего дома а вот человек который родился 20 января отличается горячим нравом если вам довелось родиться 20 января то обязательно обзаведитесь оберегом изготовленным из янтаря он не только подарит вашей душе ощущение покоя но и защитит ваш дом от воров этого достаточно положить в камень небольшую шкатулку у беременных женщин которые носят украшения из него роды пройдут легко а родившийся ребенок будет здоровым и крепким друзья вот такой у нас с вами день 20 января по народному календарю и церковному календарю с вами как всегда был канал эзотерика для тебя друзья обязательно подписывайтесь на наш канал за наставьте лайк этому видео друзья если вы увидели в этом видео супер спасибо нажимайте и активируйте эту функцию вы избранный человек а прямо сейчас на экране взял видите два прямоугольника это следующий рекомендованные видео для вас нажимаете то видео который вам на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите всех вам благ